МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Основатель компании, ставшим одним из самых успешных стартапов 2009 года в России, АктуГоу. Генеральный директор одного из крупнейших сервисов о путешествиях в России, Тревел.ру, занимается благотворительностью с 2012 года. Марина, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли в нашу студию. И действительно, многие общественные организации почувствовали в последнее время угрозу в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране для своих благотворительных проектах. Однако отмечу, что в вашей компании, в проекте Тревел.ру, благотворительная деятельность поддерживается уже на протяжении трех лет. И не то, чтобы за последние годы ослабла вот эта деятельность, а наоборот. Можно сказать, что проекты помощи с каждым годом вы вовлекаетесь в них все активнее. Расскажите о том, как ведение корпоративной социальной ответственности в вашем случае связано с ведением бизнеса. Есть ли какая-то связь? Спасибо, во-первых, что пригласили меня. Очень рада быть в этой студии. А в самом деле, мы хоть компания и молодая, нам всего пять лет, но да, уже три года, получается, делаем какие-то проекты. На самом деле, это выросло из, наверное, персональных интересов. И на первых порах я сама нашла благотворительную организацию, которая мне очень понравилась и стала немного им помогать. А потом решила найти способ подключить своих коллег к тем, кому это интересно, кому это затрагивает. И получился очень хороший резонанс. Я даже не ожидала, сколько людей откликнутся. Мы делаем самые разные вещи, а благотворительная организация называется «Время помогать». Это питерская молодая организация. Но здесь хочу подвести итог вашего ответа. Да, действительно, вам удалось сподвигнуть большое количество людей. Теперь вы целым коллективом несете вот такое светлые и добрые проекты. И хорошо, что вы обозначили тему. О благотворительном фонде поговорим чуть позже. А вначале я бы хотела, чтобы вы обозначили еще такой момент, связанный с бизнесом, с бизнес-стороной. Вы являетесь главой одного из крупнейших порталов и путешествий в нашей стране. И сразу обозначим, что столь серьезное глобальное дело, оно требует огромной отдачи. Насколько реально совмещать благотворительную деятельность и внести в свой плотный график именно вот такие социальные начинания как для компании, так и для вас лично? Я считаю, что реально. Безусловно, всегда вопрос, сколько времени можно отдавать. А в благотворительной деятельности часто есть выбор между тем, как мы помогаем. Мы помогаем, вкладывая свое время и энергию, или мы помогаем, вкладывая свои деньги. На самом деле второе гораздо проще, чем первое. И я восхищаюсь теми людьми, которые посвящают много своих сил или свою жизнь, именно ведение благотворительных проектов. Мой путь, скорее, пока более пассивный. Я иду по второму пути. Я поддерживаю те проекты, тех людей, которые, я считаю, делают доброе дело, делают это правильно, грамотно. И мне приятно им помогать. Это очень интересная тема о том, что важнее действительно вложение финансовых средств или личных ресурсов. Однако же, изучая биографию деятельности благотворительной в вашей организации, я увидела, что и то, и другое все-таки оно присутствует. Сотрудники подбирают подарки, исполняют желания. Обращаясь еще к началу, несколько слов. Вы в прошлом интервью нашему телеканалу сказали, что начать ваш бизнес и встать во главу портала Travel.ru вам помог ваш супруг, вернее, пример вашего супруга. А вот внедрение корпоративной социальной ответственности в организацию, оно было скопировано, скажем, вот с примера организации супруга или какого-либо другого, или это ваше личное чувство долга и ответственности сыграло предвещение? Вы знаете, так само получилось. То есть, если говорить персонально, да, у меня есть ощущение, что в какой-то момент мы все ответственны за то, что происходит вокруг нас, да, мы несем ответственность за своих близких, за свои семьи, но на самом деле мы несем ответственность за мир, в котором мы живем. И у каждого это проявляется по-разному, каждый может по-разному внести свой вклад. А то, что в какой-то момент я решила, о, а почему не предложить своим коллегам, вдруг им тоже будет интересно, это получилось как-то само собой. И с тех пор так само собой и происходит. А мы как компания молодая, и на первых порах мы долго жили на внешние средства, на средства инвесторов. Мое мнение здесь было такое, компания, пока она сама не происходит прибыли, не имеет права вкладывать деньги своих инвесторов в благотворительность. Это могут делать лично сотрудники. Поэтому лично я и лично другие сотрудники финансово и прочими способами поддерживали и участвовали. А компания выступала вот таким инструментом поддержки. Но в то же время я знаю о том, что у вас есть определенный вклад в личную благотворительную деятельность. Вы выступаете как жертвователи в отношении фондов, о которых вы уже упомянули, не только в рамках компании, но и самостоятельно. Ваша самостоятельная благотворительная деятельность, она отличается от того пути или они шли параллельно, так скажем? Параллельно, совместно. У меня, скажем так, личная жизнь не сильно отличается от моей рабочей жизни, поэтому все параллельно и все вместе. Ну, значит, все-таки у вас основной роль играет то чувство долга в корпоративно-социальной ответственности и в личной благотворительной деятельности. То есть, в принципе, отдача, она больше моральная, нежели материальная для бизнеса. Нет никакой, по сути, отдачи. Ну, я считаю, да. Если мы предлагаем нашим сотрудникам возможности профессионального развития, почему нам не предложить какие-то возможности и персонального развития, или персональной самореализации? Ну и думаю, что важно обозначить ту аудиторию, которой вы помогаете действительно в основном в перечне тех учреждений, которые вы поддерживаете, это детские дома, школы, интернаты, которые непосредственно направлены на помощь, опеку детей-сирот. Расскажите, почему вы выбрали именно эту аудиторию? Я уже поняла, что здесь сыграла определенную роль судьба и обстоятельства, но тем не менее, вот конкретно об этой аудитории, если можно, почему направлять основные силы туда? Ну, наверное, это такой интерес или беспокойство за судьбу детей-сирот наиболее ярко развился, когда родилась моя дочь, и вот это, видимо, стало таким очень персональным, личным моментом. А дальше пошло, как это часто бывает, стали встречаться люди, которые этим занимаются давно, по-разному. У нас есть друзья семьи, которые, например, усыновили ни одного, ни двух детей, а целых девять. Правда, это заняло длинный срок. Через них я стала узнавать гораздо больше о том, что же происходит за стенами детских домов и как эту проблему решить. И чем дальше видела, тем больше понимала, что проблема это не финансовая, это проблема институциональная. То, как устроена... Это очень сложная работа, безусловно, профессиональное выгорание сотрудников детских домов очень высокое. И, к сожалению, оказывается, что люди, которые там остаются надолго, для них это получается тоже бизнес. На самом деле, вот такой важный момент. Государство выделяет очень большие деньги на содержание детей-сирот. 120 тысяч рублей в месяц. И вот представьте какой-нибудь детский дом, например, в Магадане, где 300 детей-сирот, они получают 36 миллионов рублей в месяц. Это огромные деньги. А, к сожалению, можно сделать гипотезу, что далеко не все эти средства попадают детям. И, кроме того, прилагаются определенные силы самой системы, людьми, которые работают в этой системе, чтобы попрепятствовать усыновлению детей. Поскольку получается, что дети — это заработок. Наверное, в Питере, в Москве это гораздо меньшая проблема. Здесь очень большой процент усыновления детей. Здесь очень много социальных организаций, направленных на это. Они стали между вот этой проблемой и государственной системой. То есть они как раз помогают решить ее. Это образование, это продвижение того, что это совсем не страшно усыновлять. Но, да, к сожалению, остаются дети, которые не будут усыновлены. Часто это, может быть, и проблемы, связанные с развитием детей, дети с какими-то отклонениями в здоровье или в чем-либо еще. И здесь мне очень понравилась, вот я говорила, организация «Время помогать», которая думает о том, как помочь этих детей адаптировать, как помочь им приоткрыть внешний мир. Для детей постарше делать какие-то проекты профориентации, показывать о том, что возможно, когда они вырастут. Время помогает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...